приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа вы на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня на канале тема выращивания сладкого перца в 2022 году прежде чем начнем рассматривать особенности возделывания этого витаминного овоща в этом наступающем году просим вас подписываться на наш канал а также лайкать комментировать делиться нашими видео с теми кто вам дорог и кому вы желаете благополучия и добра благодарим вас сладкий перец это теплолюбивое растение выращивает практически все огородники дачники а многие тепличники активно после сбора редиса и ранних сортов белокочанной капусты и раннего картофеля особенно у нас на юге высаживают рассаду самых современных сортов перца и не только сортов и гибридов и успешно его возделывают до самых морозов у нас на юге украины и на юге одесской области живем мы в городе измаил это самый самый юг одесской области так вот у нас тепличники до ноября удерживают посадки сладкого перца в теплицах естественно там у них и есть печки если холодно подтапливают им чтобы было тепло растения но и они поставляют свежие плоды всегда на рынок в магазины и супермаркеты но у нас юг и есть такая уникальная возможность еще и осенью получать солидные урожаи в теплицах а в средней полосе и на севере нужны теплицы для выращивания этого витаминового овоща в течение года вот этого лета которое нас ожидает особенно это будет актуально уже в 2022 году хотя было актуально и в 21 и сейчас мы докажем вам это утверждение уже имеющимся собственным опытом рассмотрим картину 2022 года в плане энергий и стихий планет которые будут создавать погодные условия для нас естественно при изменении магнитных полюсов и магнитных полюсов земли и самой магнитной решетки в каждой стране в каждом регионе будет по-своему меняться климат но он будет обязательно меняться и вы уже в этом убедились но меняться погода будет резко и этот процесс никто уже не может остановить о погодных климатических изменениях на земле у нас есть отдельный плейлист где мы проводим свои исследования этой важной темы посмотрите наше видео и получите ответы на многие свои вопросы но вернемся к сладкому перцу почему в уходящем 2021 году в начале лета а затем середине лета многие наши зрители подписчики а также участники групп в социальных сетях писали что растения перца стоят словно на месте они в листьях но без плодов перца некоторые огородники так и не дождались урожая сладкого перца и даже додумались выбросить вырвать его и выбросить освободить грядку что же такое произошло что вот при одинаковом уходе тех же семенах которые давали хорошие результаты при возделывании перца в прошлые годы вдруг ни с того ни с сего оставили огородников без урожая кроме смены магнитных полюсов и магнитных решеток на земле особую роль сейчас в сельскохозяйственном производстве начали играть условия создаваемые самыми большими планетами солнечной системы это юпитер и сатурн в конце 2020 года а именно 21 декабря произошло великое соединение этих двух планет 200 лет до этого юпитер и сатурн соединялись в земных знаках и естественно оказывали влияние на развитие сельского хозяйства экономики других отраслей нашей жизни но особенно это казалось касалось сельского хозяйства и вот 21 декабря 2020 года юпитер и сатурн соединили свои силы в первом градусе водолея и открыли воздушное двухсотлетие двухсотлетие а не год и не два возврата назад не будет на что надеются некоторые огородники мне так и заявляют а пару лет вот так побудет на следующий год уже все вернется назад нет не вернется вот в этот период двухсотлетие полностью меняется материя она уже с двенадцатого года начала меняться каждая клеточка уже совсем другие параметры имеет органика земли меняется в человеке идет перестройка на уровне каждой клеточки такие же изменения продолжаются и в растениях меняется структура почвы меняются условия для жизни растений и вот первой особенностью этих изменений является температура почвы уже второй год именно эта тенденция и наблюдается многими сельскохозяйственными производителями мы начали сталкиваться с непонятными температурными состояниями почвы именно весной если в былые годы температура почвы в теплицах в теплицах у нас на юге украины прогревалась до плюс 18 плюс 20 градусов в последней декаде марта мы высаживали тогда с 25 по 31 марта рассаду то тогда когда юпитер и сатурн соединяются в холодном водолее это уже началась эпоха водолея даже в мае уже с трудом в теплице удается прогреть почву до плюс 18 эпоха рыб была более мягкой и была совсем другая материя и другие условия сейчас соединение юпитера и сатурна в водолее произошло посмотрите на эти своеобразные таблицы нахождение юпитера и сатурна в знаках зодиака строгий учитель и холодный сатурн как и в 2021 году будет снова находиться в знаке водолей весь год только юпитер уже начнет нас радовать с 11 мая перейдя в знак овен а это знак стихии огня это теплый знак но это не значит что вот с 11 мая резко прогреется почва тем более охлаждаемая осадками зимой и весной ведь юпитер будет в рыбах с первого января по 11 мая но и сильными ветрами сатурн водолеи это всегда холодный ветер он выхолаживает буквально все тепло из земли нужно будет и в теплицах и тем более в открытом грунте подождать хотя бы пару недель чтобы прогрелась почва и уже концу мая в начале июня будут хорошие условия для посадки рассады в грунт ну вот мы рассмотрели космическо синоптическую ситуации а теперь можем планировать составлять агрогороскоп на 2022 год для выращивания сладкого перца и здесь тоже будут свои особенности давайте дослушаем до конца и разберемся во всем начнем с посева семян на рассаду оптимальные сроки раньше для посева семян именно перца на рассаду были середины февраля до середины мая марта до середины марта мы уже с александров рассматривали предварительно сроки посева и их будет два таких благоприятных периода они будут в феврале но на несколько дней раньше оптимальных подробнее агрогороскопа на февраль мы будем размещать на нашем канале уже середины января 2022 года так что подписывайтесь на наш канал чтобы в оптимальные сроки получать нужную информацию не только по посевам но и по другим агро приемам и заранее к этим важным делам подготовиться возвращаемся к посевам семян перца на рассаду мы высеваем очень мало 15 18 семян перца чтобы высадить в теплице от 13 до 15 растений высокоурожайный сорт перца полет позволяет обеспечить нашу семью добротным урожаем витаминных плодов нам удалось вновь купить семена этого популярного сладкого сладкого перца но раньше мы использовали гибриды вот что попадается и очень нам вот понравился вот полет и мы его сейчас используем так что мы уже семена подготовили купили их и уже они ждут своего часа в 2022 году в начале февраля то мы обязательно определимся высчитать нужно еще чистые часы продуктивные февраля для посева семян перца мы уже подготовили и торфяные таблетки чтобы не занимать много места в доме при выращивании рассады здесь ведь и будут помидоры и баклажаны цветы так что нужно использовать оптимально нашу площадь поэтому используем таблетки таблетки позволяют сэкономить во времени месяц кроме места чтобы потом высадить месячную рассаду уже в маленькие горшочки и в дальнейшем проводить перевалку рассады из меньших горшочков в большие доводим перевалку до двух литровых горшочков горшочки объем 2-2 литра из которых и высаживаем уже рассаду в теплице обычно посадку рассады проводим в первой декаде мая раньше мы это делали в завершающей декаде апреля а теперь информация для новичков температура воздуха для получения дружных всходов именно рассадных должна составлять от плюс 25 до плюс 27 градусов и у корней точно такая почти должна быть температура от 22 до 25 градусов а значит выращивать рассаду до всходов нельзя на подоконниках вообще с подоконниками нужно быть очень осторожно тем более когда за окном снег и минусовые температуры на подоконнике там резкие контрастные температуры и очень большой стресс для наших семян и растений найдите в доме оптимальное место где имеется вот такая температура которую я назвала как только появляются всходы вот здесь температуру воздуха нужно уменьшить до 16 18 градусов но снова же не значит выставлять их на холодный подоконник иначе если вы будете удерживать дальше температуру плюс 25 плюс 27 градусов саженцы сильно 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 вытянуться а еще есть и польете холодную воду как было у нас в этом году нам описали молодые начинающие огородники такую ситуацию и еще полили в гнилые дни все растения могут погибнуть от черной ножки кстати что такое гнилые дни об этом мы заботимся и рассказываем подробно в агрогороскопах для полива в растений на каждый месяц так что используйте их с поливами надо быть очень аккуратными переливы или долгое время пересыхания почвы под корешком в рассаде это стрессовая ситуация и часто тоже приводит к печальным результатам и об удобрениях для рассады снова же новички наслушавшись начитавшись увлекаются удобрениями не обращая внимания на температуру у корней если на подоконнике холодно то корни не будут расти чтобы чтобы вы им не поливали хоть компот хоть кисель и тем более что-нибудь другое это я шучу конечно в марте в солнечные дни мы просто-напросто выносим рассаду в теплицу когда здесь прогревается воздух от плюс 15 и выше теплица хороша не только для выращивания растений овощей но и здесь имеется условие для постепенной подготовки перца и не только перца другой рассады к будущей жизни в зеленом домике вечером когда уже становится плюс 15 плюс 14 мы рассаду заносим обратно в дом в холодные дни рассада живет на веранде где удерживается температура от плюс 15 до плюс 19 градусов уже во второй половине апреля когда ночью в теплице уже удерживается температура в пределах плюс 14 плюс 16 и почва уже более-менее прогрелась до плюс 18 плюс 20 мы уже оставляем горшки в теплице с рассадой укрывая дополнительно растение агроволокном на ночь и вот так постепенно растение перца готовится к посаде за время нахождения в рассаде растение перца поливаем раствором с таблетками кремния вот из аптеки мы уже так приспособились несколько лет подряд очень хороший результат но и это делаем сразу после посадки в горшочек из торфяной таблетки или же после пикировки это мы делали раньше и больше никаких абсолютно подкормок сначала в торфяной таблетки уже есть достаточно питательных веществ для месячной рассады а в почвогрунте также есть нужные питательные вещества а почвогрунт мы составляем из 60 70 процентов дерновой земли или 30 40 кокосового субстрата и это все вместе дает возможность питаться нормально питаться растением перца и развивать мощную корневую систему с рассадой мы вот разобрались и вот почва теплицы разогрелась до плюс 20 отлично но если в корне обитаемом слое у нас корни имеют мочковатую такую особенность и вот в корне обитаемом слое почва имеет от плюс 15 до 16 градусов то нельзя еще высаживать рассаду это тоже подсказка для новичков которые при установлении температуры воздуха в открытом грунте от плюс 25 до плюс 30 и в теплице тоже сразу же спешат высаживать рассаду не спешите не губите растения вот этой спешной посадкой проведите измерение температуры почвы на глубину 30 сантиметров мы для этого используем обычный градусник об этом у нас есть отдельное видео заматываем в пакеты и закапываем на глубину больше чем штык выкапываем меряем 30 сантиметров и закладываем туда градусник на полчаса откапываем смотрим температуру все очень просто почему так важна температура почвы почему мы так детально уделяем внимание температуре почвы да потому что для формирования мощной корневой системы растению перца очень нужен фосфор а усваивать фосфор корни могут при минимальной температуре почвы плюс 12 но это совсем маленький процент усвоения но лучше всего температура почвы должна быть от плюс 15 до плюс 18 вот тот нижний слой который находится где-то 25-30 сантиметров а если температура почвы плюс 20 это идеальная температура так что вот это тоже намотайте себе на ус с температурой тоже разобрались идем дальше схема посадки рассады перца новички думают всегда чем больше посадишь гуще конечно высаживают тем лучше урожай мы уже тоже это проходили и тоже уже методом проб и ошибок пришли к тому что между растениями в ряду должно быть 50 сантиметров ну и между рядами 100 сантиметров если мы хотим выращивать именно крупные высокоурожайные растения перца то мы не должны загущать наши посадки иначе растения будут заняты борьбой под солнцем и урожайность будет ниже и позже урожай будет и качество урожая будет похуже поэтому высаживаем рассаду так чтобы прикорневая шейка перца не контактировала с почвой чтобы было достаточно света солнышко поступало корням чтобы прогревалась и дальше почва вот эти правила важны для рассады перца сразу после посадки не поливаем рассаду перца только вот на расстоянии где-то 15 сантиметров 20 слегка проливаем раствором с нашатырным спиртом и это буквально пол литра вокруг растения такой круг делаем для того чтобы никакие вредители не повредили молоденькое свежие растения перца а уже через 3-5 дней разное количество бывает вот уже так как мы высаживаем благоприятные дни а после них обычно бывают вот эти дни гнилые когда нельзя поливать поэтому где-то через 3-5 дней проводим первый полив и этот первый полив кстати и потом теплая вода должна быть обязательно температуры теплицы теплой водой и добавляем молоко на 10 литров воды всего на всего 300 миллилитров 250 300 миллилитров молока свежего на рынке к этому моменту уже очень много молока и цена его не такая большая поэтому можно купить и такой полив под кормочку для нашего количества баклажанов перца и томатов предостаточно пару бутылок пару литров молока вот этот полив с молоком мы тоже не спешим прямо под само растение проводить мы его делаем на расстоянии от самого растения где-то 10 сантиметров как уже получается но самое главное нужно его вокруг поливать почву для того чтобы стимулировать развитие корневой системы только с хорошей корневой системы можно получать хороший урожай тем более что при посадке мы используем еще очень важный момент добавку в почву после сидерата в этой осенью у нас и внесение соломы осенью различные органики и вот при посадке мы используем мясо костную рыбную муку кормовые дрожжи и специальное органическое удобрение курник обычно мы одно правило для всех рассадных растений используем по килограмму соединяем мясо костную муку рыбную муку и кормовые дрожжи и дрожжи перемешиваем и вот пол литровую баночку там где будут образовываться корни растения рассыпаем и лопатой перьемешиваем так вот своеобразно перекапываем с этими удобрениями чтобы корни везде и всюду направлялись и там питались ну и получается что и курник тоже самая пол литровая баночка рассыпаем тоже вместе с этими удобрениями перекапываем и в почве достаточного питания чтобы в начальной стадии вегетации и до начала цветения получать весь комплекс питания а вот это мясо костная мука и рыбная мука она в течение всего сезона служит для растений растения берут корни вернее берут ровно столько сколько им надо в период цветения формирования и созревания плодов растениям перца нужен фосфор это очень важный момент на протяжении всего периода вегетации перцу также нужен калий обычно этот элемент питания находится в нижних горизонтах почвы если фосфор чуть выше то вот с калием вот такая ситуация мочковатая корневая система перца не способна доставать калий на такой глубине поэтому нужны вне корневые подкормки по листьям для этого мы используем уже много лет с 2014 года органические удобрения фосфор и калий и это удобрение производится в украине о минералис украина для приготовления раствора с этими удобрениями нужно всего-то по 15 миллилитров 15 миллилитров на 10 литров воды название этих удобрений микро минералис фосфор и калий или микро минералис далее калий магний они разные есть и я заранее их покупаю и мне их хватает на два года всех удобрений я даже и потом использую еще и под корень но это главное вот эти органические жидкие удобрения они очень хорошо работают через листья и они прекрасно справляются своей задачей питания перца а сейчас прошу особого внимания всех абсолютно не только новичку в 2021 году после холодной и длинной весны которая завершилась в конце июня и вот наступило резко жаркое лето сладкий перец просто резко остановился в росте и даже в теплицах не завязывал плоды все цветочки которые появлялись они сразу же осыпались желтели и осыпались чем только не кормили огородники перец но результат оставался печальным даже ранее завязавшиеся плоды заболели вершиной гнилью мне присылали эти фотографии перца на который было просто больно смотреть вот чтобы такая ситуация не повторилась и в этом году а у нас будет резкий снова же переход и сильно жаркое лето нужно подготовить кальций именно кальций укрепляет сосуды всех клеточек растения перца ускоряет развитие и созревание плоду препятствует проявлению вершинной гнили которые уничтожают наши плоды кальций нельзя смешивать с другими удобрениями и я провожу вот это опрыскивание мне корневая подкормка нужно только вечернее время и провожу обработку раствором с кальцием в такой пропорции 15 миллилитров органического жидкого кальция снова же этой фирмы минералис украина и добавляю в 10 литров температуры 10 литров воды температуры воздуха теплицы под корень поливать такой раствор бесполезно можно но результата не будет кальций трудно усваивается именно корнями перца если полить раствор под корень то кальций привязывает к себе почвенный весь комплекс ионы кальция всегда слабее они самые слабые практически чем ионы калия и калий может удерживать ионы кальция возле себя и растение не получит тот кальций на который вы рассчитываете если вы полили под корень опрыскивание то есть внекорневая подкормка должна проводиться только вечернее время еще раз делаю акцент ни в коем случае не подходят утренние внекорневые подкормки потому что солнце поднимается сразу же повышается температура а при высоких температурах кальций слабо усваивается или вообще не усваивается вы мне снова можете сказать что у вас нету такого удобрения тогда есть у всех возможность в магазинах везде и всюду есть кальциевая селитра вы об этом удобрении знаете многие уже попробовали в 2021 году результат понравился так вот всего-навсего от 10 до 15 граммов на 10 литров воды нужно вот этой кальциевой селитры и не накапливается она в плодах и не будет она делать ваши плоды сильно ядовитыми вообще это количество кальция нужно только вот для этого процесса для движения чтобы укреплялись сосудики каждый клей каждой клеточки ускорялся ускоряло созревание развитие плодов вот и для этого нужно причем можно провести вот таких несколько я проводила три в этом году три такие опрыскивания отдельно вечернее время раз в 10 дней нужно особенно вот после того момента когда начинается вот эта жаркая перестройка из холодной в жаркую перестройку погода и потом можно через десять дней повторить еще через десять дней еще бывает такое что резкий перепад снова температура понижается уже в августе и потом резко повышается вы следите за синаптической картой и вот этот момент тоже используйте для того чтобы поздно вечером опрыскивать листья вот провести эту вне корневую подкормку кальцием то есть кальциевая селитра очень легко это делается и очень хорошо решается вот эти задачи и растения растут и плоды завязываются и нету вершиной гнили еще один важный элемент питания это магний частично он имеется в органических удобрениях а именно в рыбной мясокостной муки в кормовых дрожжах но период интенсивного плодоношения магний нужен растением для усвоения того же азота фосфора и калия все взаимосвязано ну и не забываем что для улучшения процессов цветения и завязывания плодов нужен бор но не борная кислота и не в том количестве в котором привыкли в эпоху рыб обрабатывать многие огородники будьте очень внимательны сейчас уже продается удобрение бор ищите его если не нашли то борная кислота это минимальный раствор и тоже очень аккуратно проводите обработки только вечернее время но мы будем об этом более детально еще говорить в процессе уже вегетации рассматривать эти вопросы следить за погодой но будьте внимательны борная кислота эпоха водолея эпоха воздуха очень опасно обрабатывать растения тем более вы уже многие убедились что после обработки борной кислотой многих растения перца сбросили весь свет вместо того чтобы завязать плоды вы остались и без цветов и без плодов поливы так как у растений перца корневая система мочковатая и залегает примерно на уровне 30 сантиметров почве то поливы нужны частые особенно в жаркое время где-то у нас два раза в неделю мы поливаем но понемногу где-то от 3 до 5 литров на одно растение вот это у нас где-то в июле в августе вот такие частые поливы в начальной стадии влага еще есть почвы в мае месяце в июне нужно снова же зависит все от погоды температуры воздуха вот эти поливы мы строго следим и по агрогороскопу поливу и по погоде для опыления цветов перца нужна оптимальная влажность воздуха от 48 до 58 процентов если оптимальная влажность воздуха будет ниже или выше то пыльца становится стерильной и опыление не происходит и вот эта проблема открытого грунта в том что вот эту оптимальную оптимальную влажность воздуха нельзя достичь и именно в открытом грунте то сухой ветер то жара и вот такая ситуация хотя в теплице тоже жарко здесь при поливе при поливах можно вот эту оптимальную влажность воздуха удерживать от 48 до 58 процентов ну и нельзя не сказать о формировке растений буквально несколько предложений скажу у нас есть видео я показываю как я это делаю но вот хочу напомнить еще обязательно на стебле до первой основной развилки удаляем все пасынки и листья независимо от того что это сорт или гибрид но сейчас все уже выращивает современные сорта а вот для этого чтобы получать хороший урожай на этих растениях естественно удаляем все пасынки и листья до основной развилки можно формировать перец в два стебля если это современные гибриды а можно сортовые формировать в несколько стеблей но нужно обязательно при любой формировки подвязывать каждый стебель веточку отдельно и фиксировать стебель завязками иначе под весом плодов хрупкие веточки очень легко ломаются и мы имеем такую имели такую проблему пока не стали завязывать каждый стебель отдельно если высаживать растение перца из рассадника как вот продается растение на рынке там поштучно с такая рваная корневая система без земли то вот эти растения высаживаете в грунт и у них нужно удалять обязательно первый вот этот королевский цветок мы же высаживаем рассаду из двухлитрового горшка и первый цветок не удаляем у нас уже мощная корневая система и нам очень нравится вот эти первые плоды и их мы сразу же после нарастания до нужного до нужного размера срываем эти плоды естественно их используем для питания и не оставляем ни в коем случае до покраснения эти плоды иначе они будут конечно брать на себя все питательные вещества а другие перцы будут естественно оставать в развитии и мы вот так поступаем собираем еще в зеленом виде все перцы где-то на уровне первом втором уровне завязывания плодов а затем можно уже и дожидаться нужного цвета определенного сорта или гибрида все зависит от пожелания того кто выращивает перец вот такой у нас получился сегодня обширный агрогороскоп выращивания сладкого перца в 2022 году мы учли все свои прошлогодние ошибки опыт и поделились своими наработками с вами уважаемые коллеги прослушайте еще раз это видео запишите сделайте заметки когда что и почему так именно надо делать и какие нужно подготовить удобрения когда это все нужно делать это очень важно ну а мы прощаемся с вами до следующего видео желаем вам крепкого здоровья удачного вам начала сезона удачных дружных всходов а также хорошего урожая сладкого и перца и других овощных растений в 2022 году есть все хорошие предпосылки для того чтобы именно такой был хороший добротный урожай овощей 2022 году прощаемся с вами всего вам самого доброго и до новых встреч